Доброе утро, дорогие братья и сестры, Друзья, несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей – писателей, философов, людей искусства, науки. Обратилось с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю?». Большинство этих людей верующие, верующие в Бога, и при этом члены одной и той же церкви католической, то есть церкви меньше, чем другие, допускавшие на тот момент так называемую свободу мнений. И это значит в основном требующий конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрушенных оказались глубоко разные, и каждый из них читается с захватывающим интересом. «Казалось бы, одна и та же вера. Но, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей». Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве, но прежде всего в плане безличном, порой объективном, догматическом, но безличном. Не только неприятели религии и веры, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное. И только в личности, в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение Церкви, тот или иной догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни. Только тогда вера эта живет. Если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то становится очевидным то, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает к вере именно личный опыт. Не ТикТок, не присутствие в интернет-пространстве, не медийность. В христианстве это особенно важно потому, что христианская вера на самой своей глубине есть личная встреча со Христом. принятие не того или иного учения или догмата о Христе, а самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично. Отнюдь нет. Но встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен к каждому. И вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем и единственна. И мне думается, напомнить это важно потому, что в наши дни некоторые, ох, как пытаются свести спор о вере и о религии к какому-то псевдонаучному или абстрактному спору. разбить верующих и реальными, какими-то научными, в кавычках, аргументами. Понятно, если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, тогда, как в этом научном, лучше сказать, ложно-научном плане, всё то, что утверждают христиане, как содержание своей веры, оно действительно недоказуемо. Для нас, верующих во Христа, оно и не требует никаких доказательств, потому что оно для нас в нашем опыте, личном, духовном опыте веры. Верующие знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. И вот таким рассказом о вере, о вере, а не о научных сводках и фактах, является в сущности и самой Евангелии. Это передача теми, кто видели и слышали Христа, и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Передача ими именно этого своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым, потому что и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум, и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку – это именно живой рассказ о живой вере. Передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. И пускай каждый из нас, верующих, верующих во Христа, знает твердо и несомненно, что хотя так часто наша вера слабая, недостаточная, хотя и каждому из нас обращены слова Христа, «О, вы маловерные!» Да, Господи! Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. И все же в лучшие минуты есть у нас этот опыт единственный и ни с чем не сравнимый. Потому что, если бы, если бы не было бы его у сотен, у тысяч, у миллионов людей до нас, скажите, откуда бы пришла к нам эта вера? Почему бы мы знали, что две тысячи лет назад произошло в мире, произошло в мире событие, имеющее непосредственное, решающее значение для нашей, для моей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера. В таинственной уверенности. Уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, Он сделал для меня. Сказал мне, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен Ему. Так вот, я хотел бы эту и последующие беседы посвятить вере. Но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего, в ее личном прорастании в душе. Но что бы я ответил, если бы мне сказали, что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое повседневное слово? Кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть. Вот поют в ваших церквах и мертвый не един во гробе, а вокруг, вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит? Не на словах только, не в ссылках на ученые книги, что значит это в реальной и живой жизни одного человека. Вы говорите о церкви. В чем же ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе, Святомо Благодати и Таинство, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт. Иначе что же они значат? А вместе с тем в нашем мире так далеко ушедшим от веры и Христа так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно по душам поговорить о Нем. Так вот, попробуем. За 36 лет моего священства я понял, что самое трудное в мире это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно от сердца к сердцу. Так вот, давайте попробуем начать с начала всех начал, с Бога. Есть Бог, говорит верующий. Нет Бога, говорит неверующий. Но чем же наполнено, чем живет, чем действует это слово во мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok